В этом году власти села Красноармейское потратят больше 4,5 миллионов рублей на благоустройство. В планах преобразить две общественные и две дворовые территории. Ход работ проинспектировала наша съемочная группа. Преобразования в селе начались с территории, прилегающей к местной администрации. Раньше она была огорожена забором и попросту засажена деревьями. Местные жители сюда лишний раз не заходили. Сегодня все иначе. Это отличная зона отдыха с дорожками для прогулок, скамейками, фонтаном, цветниками. Сельчанам изменения пришлись по душе. Тут ничего не было, а тут сейчас фонтан. Здесь все плитки сделали, диваны поставили. Когда мы мимо проходим, садимся отдыхать около фонтана. В Красноармейском у нас вообще стало очень красиво. Ощущения такие большие, всем нравится. Между тем, работы в селе продолжаются. Подрядчики заканчивают ремонт дворовых территорий в центре. Например, по адресу улица Васильева, дом 1, уложили свежий асфальт, обновили бордюры. В ближайшее время смонтируют детскую площадку, установят скамейки. Большой план и по реконструкции сквера памяти павших воинов. У нас появится и фонтан, и скамейки, и освещение. И вот самый немаловажный фактор. На следующий год у нас великая дата, юбилей, окончание Великой войны. Поэтому около памятника это очень здорово будет. Там новые тротуары, новые скамейки, освещение. Кипит работа и на улице 30 лет победы. Здесь, среди прочего, работники должны обновить почти километр тротуара. Местные власти уверяют, это только начало преобразований в селе. В администрации уже готовят план работ на будущее. Полагается благоустройство территории, акватории старого пруда. Это по улице Васильева сзади. Наметки есть. Работы, запланированные на этот год, должны полностью завершиться до конца лета. Виктор Вавилкин, Леонид Петров, Владимир Владимиров, Вести Чебоксары.